Первое оперативное совещание в региональном правительстве. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко начал с важных назначений. Большинство министров остаются на своих местах с приставкой в Рио. Руководить сферой строительства и дорожного хозяйства по-прежнему будет Александр Гришаев. Министерство сельского хозяйства продолжит возглавлять Роман Калентьев, но уже с другим заместителем. Сохранил свой пост и министр экономики Сергей Копралов. Продолжат работу в своих должностях министр труда, соцподдержки и демографии Алексей Качан, министр спорта Григорий Кобельский, министр культуры Татьяна Курдова и министр финансов Любовь Финагеева. Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения не остается Александр Никишин. Главой Минпрома остался Михаил Таргашин. Прибавится обязанности и у Олега Ягова. Кроме культуры и образования он будет курировать работу по взаимодействию с партиями, СМИ, профсоюзами и правоохранительными органами. Николай Симонов сохранил свой пост, он продолжит руководить правительством. Первым его заместителем стал Виктор Кувайцев. Он теперь займется координацией нацпроектов, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей среды. Временно исполняющей обязанности председателя правительства будет Лариса Рябихина. На ней вопросы развития физкультуры и спорта, а должность вице-губернатора она потеряла. Вячеслав Космачев займется здравоохранением и социальной политикой. На Валерии Беспалове информационные технологии, агропромышленный комплекс и инвест-деятельность. Олег Мальниченко также добавил, что Валерий Савин, Юрий Денисов и Дмитрий Семенов будут работать в других направлениях. Каких именно, пока не уточняется. Уволен глава Министерства лесного хозяйства и природопользования региона Александр Москвин и его заместитель. Более подробно обо всех изменениях в структуре региональной власти мы расскажем в вечернем выпуске программы «События».